Добрый день или уже добрый вечер, уважаемые коллеги-лучники. Сегодня мы находимся у меня в гостях. Я относительно недавно был на очередной выставке, которая раз в год проходит в Америке. Я хотел показать некоторые вещи, которые мне понравились. Я привез и по меньшей мере считаю довольно-таки любопытными. Это касается как охотников, так и спортсменов. Первое, что бы я хотел показать, это вот такое интересное устройство. Вот может быть видно, да? Оно с обратной стороны на магнитах и на крючках. Что это такое? Это свет, который вешается над кормушкой, над прикормкой. Особенность его заключается в том, что это новинка. Продажи ее пока нет. Особенность заключается в том, что когда я включаю автоматический режим, если вы его увидите, видите, что происходит? Загорается свет и освещается место кормления. Но интерес заключается не в этом. Этот свет загорается во время темноты и в тот момент, когда вы вешаете. Здесь есть датчик движения. Когда подходит животное, например, кабан, то свет включается очень-очень медленно и в течение 2-3 минут набирает максимальную силу. Поэтому зверь не пугается и, естественно, удобно стрелять. То есть это серьезная альтернатива фонарям. Очень интересная штука. Повторяю, это новинка. Еле выпросил ее. По области света. Что еще? Вот я купил такую интересную вещь. Может быть, видите. В чем ее интерес? Вот такие маленькие фонарики. Вот если я сейчас поверну, вы увидите, что появился свет. Фонарики эти тоже на магнитах. Можно их прикрепить к чему-то, но к ним даются вот такие вот штучки. Вот покажу. Значит, они, оп, видите, примагнитились. Я могу эту штучку воткнуть в дерево. Могу между ними пропустить листик. Данный фонарик горит 2 суток. В чем интерес этого фонаря? Если вы охотитесь и наступила темнота, вы можете пометить это место. Есть флуоресцентная лента. Пометьте это место и потом спокойно уйти. И по этому свету, естественно, это место находится. Здесь фонари постоянного горения. А вот эти, с этой стороны, пульсирующие. То есть на вкус и на цвет. Двое суток непрерывного горения. Интересная штука. В России я это не видел. С точки зрения обозначения места стрельбы. Или просто отметить что-либо. Я считаю, что очень здорово. Так. Для спортсменов и для охотников. Купил я на пробу титановые пепсайты. Фирма G5. Производитель утверждает, что данные пепсайты не бликуют. По цене они достаточно дорогие. Это в районе 25 долларов. Ну не знаю. Надо попробовать. Это прицел 3G-CON. Наверное, вам известный. Третьевая подсветка. 25 лет горит. Я купил к нему удлинитель. Поэтому можно и охотиться, и выступать на соревнованиях. Данный прицел. Тоже, наверное, вам хорошо знаком. Он сделан из карбона. Фирма AXT. Мой основной прицел. С которым я выступаю на соревнованиях по 3D. И охотчись. Он немножко модернизирован. Карбоновые составляющие они сделали гораздо толще. Вот. Мощнее и жестче. Ну, к этой же фирме относится и кивер. Он очень легкий, карбоновый. Требует, правда, специальный кронштейн. Одевается на лук. Одевается на лук. Это новинки этого года. То, что я показал. Триджикон и фирма AXT. Они, естественно, прошлогодние. Это мой фонарь. Лазер Кинетик, который я вмонтировал для охоты в стабилизатор фирмы AXION. То есть у меня получилась конструкция, которая позволяет мне одновременно использовать стабилизатор и фонарь. Что из новинок? Еще из новинок. Значит, я привез. Это мой основной релиз. RX2. Некоторые говорят, что он относится к лучшим охотничьим релизам. Это релиз фирмы SpotHawk. Чем интересен? Длина его регулируется вот таким-то образом. Болтом. Есть специальные насечки. Очень жестко. Можно под свою руку настроить данный релиз. Вот так он запирается. Завтра я попробую пострелять двумя этими релизами. И заодно тестирую полет и стрел. К новинкам, которые я привез, относится стабилизатор фирмы AXT. Это карбоновая вещь. Карбоновая вещь. Вот такого типа. Я пробовал последнюю версию с алюминием. Но меня он устраивает. Несмотря на свой легкий вес, он достаточно хорошо гасит вибрации и стабилизирует полет стрелы. Купил себе очки. Очки специально лучные. Специально лучные. Что они дают? Я их не испытывал, но по меньшей мере производители говорят так, что во время солнца они убирают блики на пипсайде и позволяют хорошо прицепиваться. Так, вот такая интересная штука. Это определитель, куда дует ветер. Вот если я нажимаю, вот видите, вылетает легкий порошок. И так или иначе можно посмотреть, куда все идет. Фирма Carbon Express выпустила прецизионный и особо точный светящийся хвостовик. Вот видите, как он светится. В чем его особенность? Если предыдущие хвостовики так или иначе вставлялись в стрелу, то допуски на этот хвостовик очень высоки, с тем, чтобы полет ее происходил очень ровно и очень хорошо. Для этого они дают такой комплект. Куда хвостовик вставляется, вот специальные там дырочки есть. Сел аккумулятор, поэтому продолжим. Ну, с хвостовиком все понятно. Прецизионный, однотысячная посадка его. Вот так он выглядит. Несколько слов по стрелам. Это стрела Теймпойтовская для новых современных арбалетов. Вы видите, здесь хвостовик сделан в насечках, но не лунообразный. Это стрела Carbon Express лунообразная. Хвостовик. Мне, кстати, на Теймпойте и так не сказали, почему они не используют лунообразные, а делают вот такие. Из моей предыдущей практики, когда я стрелял лунообразным из Фантома и из ЦЛСа, происходит небольшое закусывание в начале. И у меня обдирало, естественно, краску. Вот. Длина их одинаковая. Перья поклеены по-разному. Если Теймпойта с винтом, то здесь они практически прямые. Так. Фирма Badger. Но в некоторых штатах запрещенные наконечники. Они винтообразные. Довольно-таки интересные. Испытаем их тоже посмотрим. На сайте можете посмотреть. Они как штопор идут дальше. Так. Теперь к моим основным наконечникам. Это у меня ящик для наконечников. Это F-15. Это наконечники для охоты. F-15 Carbon Express. 125 грамм. Я стреляю 125 грамм новыми наконечниками. Это наконечники Remcat. Новые на нашем рынке. Советовал бы посмотреть их на сайте. Фирма, которая производит только наконечники. Только один наконечник. Больше ничего. Очень интересные. Я им истрелял. Очень хороший результат. Так. И два наконечника проверенных. Это German Kinetic. Я стреляю XL. 125 грамм. И фирма Viking Schmeiser Archeri. Если посмотрите, ширина у них одинаковая. Поэтому на одном из сайтов мы делали сравнение. Оно уместно. Потому что по ширине они одинаковые. По весу тоже. У German Kinetic есть тоже 125 грамм. Новый наконечник. Но полтора раза уже. И с двумя перепонками. Естественно, летит он получше. Потому что они достаточно широкие. И перья, если брать блейзерские, то они хуже, чем наконечник. Существует мнение, что широкие наконечники летят достаточно плохо. Но это зависит от того, насколько он концентрирован по отношению к стреле. На сайте блог типа производителя топовых стрел вы найдете в разделе часто задаваемые вопросы. Как проверить центрированный наконечник. Нужно ли его синхронизировать с перьями. Но этого совсем не обязательно для хорошего полета. Завтра я попробую отстрелять из лука герман Викинг. И отстреляю одновременно с ним спортивный наконечник. Викингом я не охотился. И кроме как тестирования на жесткость, лет на его характеристики не проверял. Завтра это сделаем. Ну, в заключение я хотел бы сказать, что, уважаемые лучшие сообщества, две вещи. Первое, если можно, ваши аватары каким-то образом подкрепите или именами, или фотографиями. Мне импонируют два человека. Ну, остальные тоже. Естественно, например, есть аватар Рок, под которым подписан Андрюни Дмитрий. И есть аватар Гаррет, под которым есть фотография. На меньшем мере можно узнать, кто это. И последнее, уважаемые поставщики луков, арбалетов. Наверное, у каждого из нас есть определенные любимые вещи. Я, например, стреляю луками фирмы Мэтью и арбалетами Тейнпоинт. Но никогда не позволю себе хайить другую продукцию. Если хотите, то тестируйте, пожалуйста, свою. Но, мне кажется, некорректно. И во всем мире это, наверное, запрещено. На выставке я нашел это подтверждение. Когда продукция конкурента тестируется, сравнивается. Или еще хуже, каким-то образом унижается. Поэтому, в общем-то, и все, что я хотел сказать. Завтра отстреляю и покажу, что получилось. Так, а теперь, ну, просто, скажем так, для смеха. А может, не для смеха, может, кому-то интересно будет. Я покажу свои трофеи. Это вот у меня есть. Вон наверху. Ну, освещение достаточно плохое. Ну, так или иначе там. Заметьте. Вот у меня там есть клыки. Есть кабан. Вот. Ну, это такие зачетные. Я уже повесил. Не более. Поэтому давайте до завтра. И, наверное, посмотрим, что получится. Все. Продолжение следует...